Последние репетиции перед открытием сезона. Краевая филармония готовит новую симфоническую программу. 23 сентября вместе с Алтайским оркестром выступит виолончелист из Санкт-Петербурга Алексей Жилин. Артист пока не приехал в Краевую столицу, коллектив филармонии репетирует без него. Однако сейчас на месте работает моя коллега Анастасия Романова. Настя, расскажи, как проходит репетиция и что за программу готовит оркестр? Добрый день, Павел. Мы приехали в самый разгар репетиции. Кстати, сегодня она необычная. И репетирует не весь оркестр, а только его часть. Например, сейчас духовые. По словам дирижера Дмитрия Лузина, такая репетиция обязательно нужна, чтобы отработать все элементы и чтобы по итогам репетиции звучание оркестра стало идеальным. Кстати, интересный факт. Музыку в этом концерте любители кинематографа могли слышать в фильме «Иствикские ведьмы». Ну а что касается солиста из Петербурга, есть какие-то подробности, чем он знаменит? Да-да, конечно. 23 числа на открытии симфонического сезона филармонии вместе с оркестром выступит Алексей Жилин. Это один из самых ярких и талантливейших виолончелистов современности. Подробнее о музыканте и о том, какую программу вместе с оркестром он исполнит 23 числа, я бы хотела спросить у директора краевой филармонии Елены Леонидовны Наточи. Елена Леонидовна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем порадуете на открытии сезона? Ну, у нас этот год богат юбилеями самых гениальных композиторов мира. Мы в этом году праздновали юбилей в Ольгангамаде и Моцарте, даже открывали небольшое окно в Европу. У нас огромное было количество концертов посвященного творчества великого уже советского композитора Сергея Прокофьева, который тоже юбилеер. И вот открываем мы свой концертный сезон симфонического оркестра творчеством 175-летия Антонину Дворжику. Это славянский композитор, чешский, и, можно сказать, соратник, и в чем-то большой, так сказать, энтузиаст и продолжатель линии Петра Ильича Чайковского. Музыка невероятно такая запоминающаяся, она мелодичная, ее многие знают. У кого-то она стоит на рингтонах, где-то во многих вещах люди просто не представляют, что это именно Дворжик. Вот вы сегодня сказали про фильм «Истутские ведьмы», а еще во многом в кинематографе она используется, потому что это потрясающая запоминающаяся музыка, и она по-настоящему славянская. Спасибо огромное, Елена Леонидовна. Я напоминаю, концерт состоится 23 сентября в 18.30. Я обязательно приду и приглашаю вместе со мной вас, зрителей и мои коллеги. Спасибо.